взаимно татьяна викторовна спасибо за коллеги добрый день доброго времени суток у всех время разное и мы сегодня поговорим на очень интересную тему soft skills в детском саду тем более что федеральная программа которая у нас начинает работать она предусматривает что мы не только будем обучать детей готовить тех школе до давать им какие-то сведения об окружающем мире и начальные математические представления а мы будем если взять целиком то обучать их жизни а жизнь она гораздо глубже гораздо сложнее чем просто предметные какие-то области до данных предметных областей вот об этом мы с вами сегодня поговорим поговорим о том что такое soft skills почему это так важно и что значит soft skills для детского сада давайте представлюсь меня зовут мария токмянина психолог практикующий психолог из екатеринбурга и старший тренер и методист международной школы лидерства для детей и молодежи джей лидер екатеринбурге спикер платформы педагоги россии ну и работаю также с разными организациями читаю вот такие вот образовательные вебинары или виду образовательные курсы вопросы можно задавать прям в чате я на них буду отвечать и так что такое soft skills мягкие навыки в переводе с английского ну и все навыки людей принято делить на жесткие и мягкие жесткие навыки это то что дает нам возможность работать в определенной профессии это знание умение навыки связаны с определенной профессии а вот soft skills это умение которое напрямую не связано с профессиональными компетенциями это как бы над профессиональные навыки на которые помогают решать жизненные задачи и и работать взаимодействовать с другими людьми почему это важно привить ребенку над профессиональные навыки дело в том что наши детки которые ходят сейчас детский сад в течение своей жизни будут учиться и переучиваться много раз и скорее всего большая часть этих детей будет работать по разным профессиям даже в разных областях человеческой деятельности но им всем нужно будет уметь делать определенные вещи общаться с другими людьми общаться с самим собой создавать внутри себя некую четкую структуру на которой всегда можно будет опираться решать конфликты например понимать какие эмоции испытывает сам человек какие эмоции испытывают другие люди искать добывать и использовать по назначению информацию собственно говоря soft skills это навыки человека нового века человека который будет жить в условиях неопределенности в условиях создания новой эры и новой эпохи которая еще сейчас вот вот с таким трудом иногда даже с такой болью формируется прямо на наших глазах soft skills это очень широкое понятие для взрослых и для детей есть свои определенные наборы soft skills что же касается детей дошкольного возраста то опираясь на их возрастные особенности мы можем говорить о том что soft skills для дошкольников это вот такие вот навыки я специально не поставила цифры потому что здесь нету каких-то первостепенных навыков и нету второстепенных все они невероятно важны и это умение коммуницировать которые сейчас ставится на одно из первых мест по тому что нужно знать человеку это умение работать с информацией это эмоциональная компетентность это креативность то есть умение создавать новое и это волевые качества личности которые позволяют человеку вот все эти навыки собрать воедино и этими навыками пользоваться и если не будет волевых качеств развитых у человека тогда все остальное просто не имеет значения вот такие вот навыки и давайте мы с вами сегодня пройдемся по всем этим пяти областям soft skills и посмотрим как мы можем об этом говорить с детьми что мы можем предлагать у меня здесь презентации достаточно много материала я конечно отдаю себе отчет что все они успеют здесь много игр много упражнений поэтому какие-то вещи я буду вам просто пролистывать да но вы будете знать что презентация у вас окажется то есть те кто здесь находится в чате они могут спокойно скачать презентацию и воспользоваться всей той информации которая есть на презентации ну что же давайте начнем начнем с первого работа с информацией работа с информацией что это такое информация вокруг нас находится везде 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 да и у нас 21 веке информация это такой капитал человек то есть если раньше в девятнадцатом двадцатом веке нужно было владеть финансами либо можно было владеть средствами какими-то производства то сейчас человек который владеет информацией он владеет миром поэтому очень важно детей обучать самостоятельно работать с информацией причем работать с информацией в разных видах вот вы видите здесь картинки и это все источники информации поэтому нельзя ограничиваться только букварем например или какими-то плакатами мы должны всегда думать о какие еще источники информации мы можем малышам предоставить и кроме того мы детей обучаем таком процессу как обработка информации чтобы воспользоваться информации во первых ее нужно где-то добыть получить каким-то путем затем вот вся информация которая приходит с человеком она как через сито процеживается через его культурный контекст то есть человек воспринимая информацию уже ее оценивает как правильную неправильную истинную ложную достойную его внимание недостойную его внимание и только вот процеженная через этот контекст информация она приходит к тому приводит к тому что человек может ей воспользоваться он это понимает он может это интерпретировать сохранять эту информацию использовать для своих рабочих процессов таким образом навыки которые мы должны детям привить и воспитать это умение искать информацию отбирать и анализировать информацию а также представлять и и другим людям довольно сложно для дошколят давить но давайте посмотрим а каким образом мы можем вот это вот все на дошколятах на малышах совсем сделать вот вот эти вот задачи но прежде всего давайте посмотрим у детей дошкольного возраста даже если они еще не читают или читают с трудом в 21 веке достаточно много источников информации но и дети дошкольного возраста они как раз открыты для информации это тот возраст когда дети впитывают все как кубка наша задача только предоставить прежде всего это конечно устный путь передачи информации это беседы со взрослыми и с родителями и с воспитателями с педагогами и здесь очень важно чтобы взрослые тоже шли навстречу и беседы были задержательными еще один источник это наблюдение и умозаключение своего ребенка ведь дети достаточно наблюдательны но при этом они не владея всеми данными не зная про правила этого мира могут давать какие-то ложные умозаключения основываясь на каких-то внешних признаках и вот здесь нам взрослым тоже нужно держать ушки на макушке и может быть лишний раз не посмеяться над ребенком не похихикать а рассказать ему почему не так но пример ложного заключения такое анекдотический например мальчик узнал что детки выращиваются в животе вот мама ему рассказала об этом да и он такой на улице видит очень толстого дяденьку дядь с большим животом и кричит на всю улицу мама мама смотри дяденьки в животе ребеночек сидит и понятно что все хихикают дяденька смущается здесь самое главное объяснить почему дяденьки ребеночек сидеть не может живете вот разные устные высказывания которые дети слышат они слышат прекрасно то есть даже они если не беседуют со взрослым и беседы а взрослые беседует рядом дети и эту информацию тоже улавливают далее это тексты то есть тексты которые дети уже могут прочитать но пока в это на этапе дошкольного детства это еще не самый главный источник информации энциклопедии словарей вот здесь энциклопедии словарей это очень хороший источник информации потому что детские энциклопедии они как правило красочные и там не очень много текста зато очень много картинок каких-то схем мультяшек и это тоже источник информации интересный источник информации разные карты и путеводители которые дают представление о мире вокруг нас афиши объявления сеть интернета также специальные обучающие программы это все чем вы можете использовать воспользоваться для того чтобы научить детей получать информацию ну и мы не забываем что обработка информации это несколько этапов во первых это поиск данных сбор данных обработка использование и хранение то есть умение эту информацию каким-то образом копить и сохранять для будущих периодов ну и таким образом дети могут поработать с информацией во первых это общение наблюдения опыты умение задавать вопросы ну и как я уже сказала использование разных других ресурсов особенности особенности передачи информации особенности обучения владением информации мы всегда учитываем возраст уровень мышления мы понимаем что большую часть информации нужно передать в наглядном виде а лучше если это можно еще и потрогать пощупать лучше усваивается информацию которую ребенок добыл сам поэтому мы подключаем экспериментирование ну и конечно же конечно же любая работа с информацией она должна быть в виде игры что мы можем использовать детском саду и что у нас поощряется новой образовательной программы исследовательская деятельность дети сами по себе очень хорошие исследователи и вот этот поисковый поисковое поведение у детей она очень сильно развито если вы конечно не убили взрослые да что мы можем детям предоставить для исследований это разнообразные опыты экспериментирования со всеми безопасными веществами которые есть у нас доступе это воздух вода песок почва минералы растения и животные которых дети могут наблюдать это разные опыты эксперименты на классификацию это уже упорядочивание информации это исследование окружающего мира с использованием разных источников информации и здесь можно говорить про космосе про космос про страны про части света про путешествия и исследование истории человечества через те факты которые детям интересны но и формы работы это эксперимент исследование можно долгосрочное то есть например когда дети исследуют жизнь растений то это может быть эксперимент исследование которое занимает все лето от высадки семян до дегустирования своего собственного урожая это наблюдение моделирование разнообразные экскурсии и интервью со взрослыми людьми которые дети тоже очень любят ну и я в сегодняшней презентации постаралась привести как можно больше практических примеров для того чтобы было и понятно было и не скучно и чтобы вы могли сразу же взять это себе на вооружение и вот такой интересный эксперимент цветное путешествие нужны салфетки либо бумажное полотенце и три стаканчика с водой два стаканчика крайне желтая и синяя вода да мы их подкрашиваем красками и смотрим как вот этого цветная вода по салфеточкам да по капиллярчиком ткани переходит в третий стакан и как он окрашивается в зеленый цвет здесь много о чем есть поговорить в этом небольшом эксперименте но и конечно метод проектов которые очень сильно помолодел за последнее время если так пропал звук нужно перезагрузиться но я думаю что организаторы сейчас меня поддержат и коллеги напишут что нужно сделать вот метод проектов то есть это практическая деятельность некая да это командная работа и это всегда поиск информации ну и когда мы делаем проекты то понимаем что в этом методе очень много ценности для современного человека это и умение работать долго на результат это и умение сотрудничать с другими людьми им сотрудничество это изменение в процессе деятельности собственно говоря метод проектов это вот прямо самый лучший метод для того чтобы работать над soft skills здесь все компоненты soft skills у вас будут проявляться проекты тоже должны быть очень интересными для детей и самое главное что мы а когда создаем проекты в детском саду то исходим из интересов детей то есть мы делаем проекты которые детям понятны интересны любопытны а мы готовы гибкости например что-то изменить в проекте либо его прекратить раньше если пропал интерес к проекту но и самое главное это уважение к ребенку и к его потребностям а ну и как какие например могут быть у нас проект ну например проект про космос который идет на стыке предметных областей да то есть здесь можно сделать уже все вот смотрите есть такие разные интересные энциклопедии детские про космос и можно для начального набора информации детям предоставить вот эти энциклопедии ну и сейчас очень много энциклопедии есть в электронном виде и они даже интерактивные то есть например нажимая на значок планеты но в такой энциклопедии интерактивной можно выйти на видео где показана вся эта планета во всей красе вот дети собрали информацию кроме того мы можем им предоставить еще и вот такие интересные вещи и я точно знаю что коллеги используют такие вещи очень спокойно закупая и для детского сада и и не стесняясь того что это довольно сложно здесь можно познакомить детей еще с картами звездного неба например но и предоставить для исследования еще и вот такие приборы которые есть в открытом доступе они доступны их можно заказать ну в любом магазине на любой торговой базе такие например как модель солнечной системы где все планетки вращаются вокруг солнца само солнце подсвечивается лампочка и дает тени очень все здорово телурии который позволяет показать детям как земля движется вокруг солнца а луна вокруг земли то есть это вот модель нашего ближайшего сегмента солнечной системы ну и конечно глобусы обычный глобус глобус звездного неба то есть здесь есть что посмотреть ей что потрогать руками покрутить посмотреть как падает свет это все наглядно и подробно детям очень интересно после этого мы можем подключить конструирование и например создавать разные модели ракет я специально здесь показала разные на разный возраст то есть например слева это вариант который подойдет для малышей а вариант справа внизу это то что могут сделать например дети подготовительной группы уже приложив некое усилие дальше мы можем подключить сюда еще и область например физической культуры и сделать зарядку космонавтов и потренировать как люди будут чувствовать себя в невесомости как нужно координировать своим телом в невесомости получается вот такой очень интересный проект для детей в котором они конечно же будут с большим удовольствием участвовать и получать для себя новую информацию ну и здесь же мы не дожидаясь школы начинаем использовать разные приемы работы с информацией но например занятия по типу знаю хочу узнать и узнал объявляется тема занятия ну например пусть это будет осень в лесу да как раз у нас час осень и дети говорят что знают по этой теме за каждый ответ того что они знают они получают жетоны красного цвета затем они говорят что хотели бы узнать по этой теме а потом вместе с педагогом находят ответ на вопрос таким образом взрослый человек приучает детей к тому что нужно самостоятельно добывать информацию и это тоже очень и очень важно вот эта область работы с информацией ну и мы с вами движемся дальше если есть вопросы по работе с информацией то задавайте но и пожалуйста проголосуем насколько это было полезно для вас насколько нужна эта информация если да то ставьте пожалуйста знак огонечек а мы двигаемся в другую область в еще одну важнейшую область soft skills на которой обращается немало внимания это область коммуникации и наконец-то наконец-то наступает тот момент когда мы будем обучать коммуникации на высоком профессиональном уровне потому что эта проблема большая я работаю в тренинговом центре и у нас часто приходят дети не только дошкольники не только начальная школа но еще и дети 11 и 12 и даже 16 лет которые не умеют общаться совсем сложно общаться у них проблемы с коммуникацией что мешает общаться детям детям чаще всего страшно то есть им страшно подойти познакомиться им страшно выступать им страшно подходить какой-то компании или входить в какую-то игру и конечно им очень страшно общаться с нами педагогами потому что ну взрослые это какие-то такие люди ужасно страшные которые могут отругать не понять и так далее родители тоже жалуются на недостаток коммуникативных навыков и говорят что у ребенка нет друзей или он слишком стеснительный или например что ребенок очень капризный и общается в основном с помощью капризов а это уже становится невозможно терпеть но и еще что ребенок слишком легко поддается влияние не отстаивать свою точку зрения это вот то что говорят родители педагоги отмечают что современные детки привыкли работать сами по себе и жить сами по себе поэтому они не умеют сотрудничать они не умеют просить о помощи и даже некоторые не представляют что можно попросить о помощи и плохо владеют своими эмоциями ну вот из всего этого вытекает необходимость обучать детей коммуникативной компетентности то есть умению владеть коммуникативными навыками умению осваиваться в любой новой социальной ситуации и действовать согласно этикета традиции той территории на которой ребенок живет быть воспитанным и приличным ребенком но и выбирать средства согласно данной ситуации ну то есть например понимать что с педагогом детского сада и с приятелем во дворе нужно разговаривать по-разному и почему-то первому нужно говорить здравствуйте и вы а второго можно говорить привет и ты и знать как это различаются тоже надо ну вот детки разные у нас на практику пришли стажеры девчонки 17 лет и они вот так вот прекрасно начали к нам педагогом взрослым обращаться на на ты и по имени и пришлось вежливая и тоже говорить что давай-ка пожалуйста все таки на вы да то есть мы осознаем вот эту границу это тоже очень важно ну и собственно говоря что все знакомо сейчас минуточку все навыки сводятся к тому что мы должны детей научить знакомиться слушать друг друга договариваться о чем-то решать конфликтные ситуации и рассказывать о себе вот это вот главные коммуникативные навыки которые нам нужно привить деткам но и конечно же все это через игру первое чему мы детей обучаем это умение знакомиться то есть прям какие-то формулы знакомства которые ребенок может применить их прямо учим наизусть и дети много-много раз подходят друг другу и здороваются есть такое упражнение даже когда нужно подойти ко всем детям в зале и постараться пожать ручку и назвать свое имя пока дети это делают они обучаются тому как знакомиться игра три качества когда каждый говорит как его зовут называют три твоих самых качеств например я миша я добрый справедливый и веселый дальше другой человек говорит тоже какие-то три качества свои следующее следующий навык это умение активно слушать другого человека ну и коллеги вы наверное не дадите соврать дети у нас этим не обладают навыкам совсем то есть они чаще всего слушают себя а докричаться до детей невозможно но и как вы понимаете потом когда ребеночек идет в школу он тоже не слушает педагога и это приводит к тому что учиться ему очень сложно поэтому умение активно слушать другого человека мы тоже тренируем через систему упражнений а что такое активное слушание то есть это максимально включиться в разговор это проявить искренний интерес к другому человеку и к тому что он говорит не отвлекаться не перепрыгивать на свои мысли говорить о том что нужно человеку и наладить доверительный контакт то есть просто смотреть в глаза кивать головой не отворачиваться не убегать а продолжать вот это общение довольно долгое время это мы все можем с детьми разучить и на практике например посмотреть фрагменты мультфильмов и когда вы смотрите фрагменты мультфильмов вы можете с детьми определить а какое поведение помогло или помешало героям установить контакт но вот здесь вы видите на картинках как раз два фрагмента мультфильмов когда есть контакт либо нет контакта сцена из мультика рапунцель вот этот кусочек из мультика он есть на в открытом доступе если вы наберете фразу рапунцель активное слушание вы скорее всего на этот кусочек наткнетесь там где рапунцель общаются с разъяренной лошадью и очень здорово но ей это удается сделать ну а второй фрагмент это мальвина с буратино с буратино старый советский фильм и там как раз понимание того что когда люди не слушают друг друга это проводит разногласия конфликтом а потом кто-то рыдает а кто-то сидит в чулане с пауками всем не очень хорошо вот два фрагмента они очень показательны еще одно упражнение на активное слушание для более старших деток упражнение интервью со звездой делимся на пары и нужно за какое-то время очень непродолжительное как можно больше узнать все про своего собеседника где он живет что он любит чем он занимается а потом дети собираются в круг и каждый рассказывает но уже не про себя а про своего собеседника что еще здесь важно когда мы обучаем детей общаться вообще в развитии любого навыка не только soft skills но вообще любого навыка очень помогает когда мы этот навык делим на отдельные элементы каждый элемент проучиваем отдельно но проучиваем это так сильно сказано скорее проигрываем вот смотрите например мы можем говорить что ребенок не умеет общаться что он молчит что он бука но в то же время когда мы поймем что в речи несколько фрагментов и с каждым фрагментом поработаем в игре тогда деткам общаться будет намного легче но например речь то есть умение говорить берем например игру объяснялки когда нужно объяснить словами какой-то предмет но предмет этот не называть но например когда наступает зима то дети лепят большие шары и эти шары ставят друг на друга последний шар украшает парковкой что это такое заметьте что не сказала слова снег потому что однокоренные или для малышей мы говорим похожие слова произносить нельзя в этой игре то есть дети как бы активизирует свой словарный запас вещи хозяин это парная игра переговоры когда один это хозяин а второе это вещь ну например машинка которой оторвали колесики и машинка рассердилась на хозяина и желает от него уйти а хозяин ей все обещают что чтоб машинка не ушла осталось с ним игра шапка для более старшего возраста там нужно уметь читать ну и мимика игра угадай эмоцию например игра в самолете то есть кто летит в самолете человек садится на стол ребеночек садится и мимикой только лицом постарается объяснить а кто он такой ну например уставшая тетенька маленькая собачка или кричащий младенец но и какие-то игры на жесты там где ребенок должен без слов жестами объяснить чего он хочет но знаменитая игра крокодил которую все знают игра командный сон это же вот все игры которые я здесь называю они есть сети интернет открыто поэтому если что-то понравилось захотелось то смотрите они есть следующий навык это навык переговоров и мы здесь детям говорим что в переговоры можно заходить с разными стратегиями мы можем бороться с другим человеком мы можем с ним играть во первых можем с ним как-то договариваться и объединять свои усилия и говорим о том что всегда важно помнить что этих конкретных переговоров важно получить выигрыш либо достичь какую-то конкретную цель и это не одно и то же я здесь не ошиблась потому что иногда можно выиграть споры переговоры но остаться вообще без ресурсов ну и зачем тогда такая победа а можно например договориться что выиграли все и при этом объединить силы какую-то конкретную цель все-таки получить цель которую нужно было получить ну и мы говорим вот вот такой вот план переговоров вот для детей это можно в картинках например деткам показать да что мы делаем каких-то пиктограммах и потом играем в переговоры много разных кейсов есть для детей и для взрослых кейс это какая-то переговорная ситуация когда мы детей делим две команды им нужно договориться но вот кейс про апельсины например в детском варианте он выглядит так есть два ресторанчика или кафе и одному ресторанчику нужно сделать апельсиновые кексы в которой идет цедра апельсинов а другому ресторанчику нужно сделать свежевыжатый сок тоже из апельсинов апельсинов мало вот можете пока я рассказываю в чате накидать свои решения а что с этими апельсинами делать то есть здесь нужно договориться кому достанутся апельсины причем пополам их разделить нельзя потому что не хватит ни на кексики не на сок таким образом проиграют все а как сделать чтобы выиграли все вот давайте ваши варианты да еще раз один ресторанчик делает кексики из цедры апельсинов второй свежевыжатый сок и им нужны все апельсины которые есть в наличии они их делят попробуйте свой вариант решения этой задачки написать в чате ну и другие разнообразные кейсы игры которые тоже есть в открытом доступе волк коза и козлята леопольд продавец яблок волшебная палочка ну вот волк коза и козлята интересная игра которая детям нравится делим всех на две команды одна команда это козлятки а во второй команде у нас смешаны там есть козы есть волки но если козы они за козлят то волки они врунишки и они будут притворяться козами чтобы пройти к козлятам и вот здесь задача козлят козу пропустить а волка не пропустить если волка пропускают он съедает козленочка если козу не пропускают козляткам то кто-то из козляток умирает от голода вот такая вот игра ну и здесь важно и поговорить друг с другом и включить свою интуицию чтобы делить правду от лжи и смотреть на невербальные сигналы например кто-то говорил я коза-коза опустите меня сюда а потом как хихикнул и все они это волк волк мы тебя не пустим вот такие вот игры леопольд примерно такой же продавец яблок один ребенок продавец яблоки он решает кому продать яблоки но продает не тому кто больше денег даст а тому например кто вежливо его об этом попросил или произнес комплимент здесь разные задания можно давать чуть не вижу вариантов про апельсины уважаемые педагоги напишите пожалуйста интересно же будет но и конечно не забываем что есть такая прекрасная вещь как тимбилдинг процесс команда образования который тоже из взрослой психологии из взрослого коучинга постепенно перешел в детскую в детский обиход и добрался уже до детского сада и сейчас есть много упражнений для малышей которые помогут вам сплотить ваших деток и сделать из них дружную команду вот про тимбилдинг несколько упражнений здесь я вам показала этаж с картинками ну например упражнение снежный ком знаменитая когда все дети называют свои имена но первый только свое имя во второе имя 1 2 3 имя первых двух людей свое и вот этот снежный ком из имен он наворачивается все больше и больше вот василиса речкина нам написала правильный ответ ресторанчик который готовится предложит другому взять остатки от апельсина для приготовления кексов то есть это вариант переговоров вин вин переговоров где все выигрывают и деткам такие кейсы играть очень очень полезно они начинают искать не выигрыш то есть не я первый а ты второй они начинают искать выгоду мне кажется что это очень хорошее свойство хороший soft skills возвращаемся к упражнениям тимбилдинга участники строятся в шеренгу по любому признаку например по росту от самого высокого до самого низенького или по цвету волос от темненького до светленького и так далее и все это конечно же нужно обсудить упражнение поиск общего здесь она у нас на слайдах хорошо расписано но и разные упражнения на тренировку взаимопонимания умение вот как-то даже на телесном уровне друг с другом общаться но и конечно мы не можем не рассмотреть тему конфликта в детском варианте и здесь мы уже даже совсем маленьким даем алгоритм решения конфликта то есть мы всех усаживаем спокойно в кружочек если кто-то подрался или покричал друг на друга и говорим давайте расскажите что случилось кто участвовал кто начал конфликт почему начал конфликт где у вас точка пересечения интересов какие возможные решения могут быть и так несколько раз ну и допустим по выездным программам по годовым программам я вижу что дети через какое-то определенное количество повторений этого упражнения начинают сами усаживаться в кто-то поконфликтовал и все собираются и начинают этот конфликт модерировать это очень интересно наблюдать и это очень приятно наблюдать вот но и развитие волевых качеств я уже говорила что это такой центральный навык поэтому в серединке нашего вебинара находится время дошкольного детства очень подходящие для развития волевых качеств потом будет немножко сложнее и затем вот такое второе окно для развития волевых качеств откроется уже в позднем подростковом возрасте когда дети уже пройдут все прелести неповиновения непослушания экспериментов со своим телом и одеждой и потом у них возникнет вот такая вот природная возможность биологическая возможность обучать себя волевым качеством а пока у нас дошкольники мы можем начать этот процесс тогда и в младшей школе ребенку будет учиться гораздо легче но и подростковый период пройдет без каких-то сильных таких бунтов что формирует волю вообще воля это такой компонент нашей психики который без участия других людей не формируется по анатомии это лобные доли коры головного мозга и когда человек рождается маленький ребеночек у него вот эта часть головного мозга просто как белый лист бумаги и мы туда можем записать все что мы хотим то есть мы взрослые помогаем ребеночку формировать волю через что прежде всего это мягкий но точный режим режим который мы реализуем не через запрет а через разные ритуалы и традиции это важно это очень важно что такое запреты и ритуалы но например в семье можно ввести запрет что ребенок после 10 часов вечера не должен находиться нигде кроме кровати здесь часов вечера ты отправляешься в кровать и начинается а я не хочу а я еще не наигрался вы жестокие вы сидите у телевизора его смотрите меня загоняете в кровать и так каждый день и потом уже либо начинаются конфликты либо родители сдаются и говорят но сиди сколько хочешь пока сам не уснешь и возбужденный ребенок может сидеть до 12 до часу ночи утром вы его получаете полусонного и ничего там сделать не может а может быть другой вариант например в семье заведено что в 9 вечера а приходит время молока с печеньем и маминой сказки а еще допустим после молока с печеньем есть ритуал песенки и чистка чистки зубов есть даже сейчас специальные зубные щетки которые проигрывают песенку ровно три минуты я такие точно видела детские и видела подростковые зубные щетки вот недавно совсем видела поумилялась повосхищалась то есть это щетки которые транслируют музыку и включает музыку и пока звучит музыкальная композиция он чистит зубы очень удобно и не нужно висеть над душой ребенка с какими-то часами или секундомером вот то есть есть например ритуал песенки и чистки зубов чистые зубчики мама посидит какое-то время рядом и потом можно оставить начнет можно положить рядышком игрушки и это тоже будут приятные ритуалы от музыкальные горшки дохала точно кстати смотрите но вас это та же то есть сделать какие-то вещи из репертуара развития воли более приятными для ребенка ну почему бы не сейчас объясню почему это важно что еще формирует волю это постановка цели и их достижения и еще как ни странно волю формирует похвала похвала и еще раз похвала и вот почему потому что достигать в своей жизни чего-либо мы можем двумя разными путями то есть у нас же есть внешняя мотивация когда нас либо подталкивают стимулируя да кстати стимул знаете что такое то палка для для того чтобы подгонять осла вот либо нам вешают морковку да и соблазняют чем-то вот но тем не менее когда у нас включается внутренняя мотивация когда мы чего-то хотим это внутренняя мотивация подпитываться нашими гормонами так называемыми нейромедиаторами и есть вариант адреналина в сценарии когда мы делаем что-то в страхе то есть есть некая угроза включается стресс реакция и на этой стресс реакции мы можем сделать так-то много то есть вполне себе написать диссертацию последнюю ночь перед защитой вообще легко или сделать какой-то проект и дети также хорошо напуганный ребенок может и одеться и прибрать свою постель и сделать все что угодно факт тот что потом наступает истощение и ничего не хочется и это вариант не очень хороший потому что организм запоминает что когда ты достигнешь цели ты упадешь полумертвым и будет плохо а есть еще вариант дофаминовый сценарий когда мы работаем из азарта и противокушения и создаем тебе такой себе такую ситуацию например создаем ситуацию победы что я сейчас вот это сделаю например я сделаю доклад какой-то божественно прекрасный я выйду на сцену и мне все будут аплодировать мне будет так приятно и тогда начинается поиск путей достижения да то есть перебирание вариантов поиск чего-то лучшего и в дофаминовом сценарии у нас сознание это просто веер и сознание все возможности и потом когда мы это получаем а мы получаем вместе со сценарием ощущение блаженства ощущение блаженства и это настолько приятно что хочется повторить и как раз воля формируется не вот здесь то есть здесь формируется безволи и то есть когда все запрещают угрожают ребенку а воля ребенка формируется вот здесь за счет вот этих вот внутренних нейромедиаторов которые создают нам ощущение блаженства вот если понятно поставьте огонечек что еще формирует волю это мягкая дисциплина позитивная дисциплина да то есть когда мы мягко и любя ребенка все равно показываем ему берега это четкие инструкции то есть когда ребенку точно понятно что делать и что ему за это будет или чего не будет ну и это вот такой вот путь то есть сначала мы предлагаем ребенку достигнуть цели и ему за это даем какую-то награду вот не надо здесь побояться испортить ребенка награда может быть не только материальная то есть это не деньги и конфеты например путешествие с мамой это право увидеть свое фото на доске почета и какие-то еще вещи а потом мы постепенно делаем так что само достижение цели вот как раз за счет этого адреналинного сценария становится для ребенка безмерно приятно и сама идея награда она постепенно сходит на нет таким образом мы воспитываем целеполагание у детей но и про ритуалы я уже сказала что лучше использовать какие-то приятные понятны для детей ритуалы но и кроме того старших дошкольников мы уже вполне себе можем обучать планированию и вы даже не представляете какие чудеса может творить маркерная доска с планом дня то есть там есть план дня либо буквами либо картинками нужно что-то сделать поставить рядом галочку либо красивый как у мамы и у папы ежедневник или даже детская программа напоминалка в телефоне обязательно во всех этих вариантах должно быть проставлены отметки выполнения и конечно же за выполнение плана ребенка должно ждать поощрение как я уже и сказал вот это про волю ну и немножечко про эмоциональный интеллект сразу скажу что про эмоциональный интеллект директ академии есть мой целый большой вебинар я думаю что запись сохранилась я читала вам даже не в этом сезоне а в прошлом но я знаю что перед академии все-все-все хранится все есть в открытом доступе поэтому вы можете назвать найти и посмотреть целиком здесь только ну вот некий анонс такой а что такое эмоциональный интеллект то есть когда мы умеем воспринимать оценивать понимать свои эмоции и чужие эмоции и когда мы обучаемся их воспринимать понимать мы получаем возможность ими управлять уже не раньше но и с точки зрения развития национального интеллекта мы обучаем детей дошкольников вот таким вот навыкам умению определять и называть эмоции которые испытывает сам ребенок и считывать эмоции других людей отделять свои эмоции от эмоций других людей то есть если мама злится то я не злюсь я например остаюсь спокойным и наоборот а проявлять свои эмоции социально приемлемым способом то есть если это ярости это по делу тогда ребенок не крушит все подряд и не бросается с кулаками он говорит я сейчас очень рассержен на тебя за то что давай чего нибудь сделаем чтобы я получил желаемое кроме того такое важное умение самостоятельно и с помощью взрослого восстанавливать свой эмоциональный фон то есть себя вытаскивать из сильных эмоций с помощью каких-то приемов саморегуляции ну понятно что мы должны эти приемы саморегуляции ребенку показать и умение проживать сложные социальные эмоции такие как вину стыд и выходить из этих ситуаций победителем ну и уточню еще раз что развитие эмоциональной компетенции это не подавление нежелательных эмоций а умение управлять именно то есть мы свои эмоции не подавляем мы их слышим мы их уважаем и с ними учимся общаться таким образом вот у нас такие вещи нам нужны как это сделать здесь у нас очень много разных приемов но и если это эмоции то чаще всего это будет какая-то яркая картинка либо это будет сам кактусы картины в открытом доступе в электронном виде также можно красить на marketplace а он везде в доступе есть то есть это такие милые как тусятки каждый со своей эмоцией также есть монстрики чувств в открытом доступе колода метафорических карт также можно просто эти картинки сделать самостоятельно с любым набором картинок мы можем сделать некие упражнения ну например по называть эмоции поугадывать изобразить назвать какую-то ситуацию где эмоции проявляются и много-много еще постепенно материал усложняем и переходим от простых картинок с понятными четкими эмоциями к неким таким картинкам более абстрактным где ребенок должен различать градации эмоций но и переходим к более реалистичным сюжетом потом можно использовать фото видео материалы и так далее приближаем к жизни несколько интересных техник все-таки дам например техника барометр настроения берем любые карты или картинки с изображением погодных явлений и говорим у тебя сегодня какая погода на душе буря например потому что поругался с мамой или полный штиль потому что не выспался но и таким образом через изображение погодных явлений ребенок обучается прислушиваться к тому что она находится у него внутри техника разморозка эмоций это уже арт приемы до прием арт терапии мы можем дать любой материал для изобразительной деятельности попросить нарисовать свою эмоцию и назвать ее а потом эту эмоцию изменить ну например при рисовать ей что-нибудь раскрасить ее и так далее вот но и как я уже сказала это просто небольшой анонс и смотрите в архиве директ академия большой вебинар про эмоции и пятая составляющая soft skills это креативность и здесь я уже точно убеждена что будущее за креативными людьми потому что уже наступает то время когда всю рутинную работу работу которая не требует активности мыслительной активности и творческого начала возьмут себе роботы уже есть роботы официанты есть роботы которые занимаются бухгалтерии есть даже роботы которые дают советы в медицине но я резко против этого есть роботы водитель такси и много кого еще поэтому чтобы процветать человеку 21 веке нужно быть креативным а это значит уметь создавать то чего еще не было на этой земле это как раз то на что машины не способны и вряд ли в ближайшем будущем будут способны то есть креативный человек он будет выигрывать в окружающем мире почему потому что он очень быстро адаптируется отчет случилось его жизни он раз и изобрел что-то еще он может адаптироваться к новому у него есть механизмы для адаптации он может легко профессию поменять так звук давайте проверим звук кому меня слышно слева от чата огонечек нажмите на него пожалуйста не в самом чате а слева значит это какой-то частный случай все спасибо большое спасибо большое достаточно вот продолжаю то есть креативный человек легко обучается новым навыкам ну и конечно раз он знает что он легко переучивается и может добыть все что угодно меньше тревожится и это хорошо что способствует креативности во первых ребенку нужно создать широкий доступ к разной информации перекликается с информационной частью нужно создать такую обстановку в которой он мог бы посоздавать что-то новое и это должна быть достаточно простая обстановка как бы не техногенная такая обстановка которая может ребенку позволить изменить себя это поддержка любознательности это внимание к самостоятельности и безопасная обстановка игорь до интеллект создает машины и технологии и даже интеллект создает искусственное изображение и пишет презентации и тексты и я как пытливый человек и между делом очень ленивый человек пыталась воспользоваться этим ресурсом я осталась вот на данный момент очень недовольна качеством то есть пока еще искусственный интеллект не умеет делать творческие и красивые яркие вещи которые может делать человек вот поэтому интеллект учится но креативный человек выучиться чему-нибудь еще сделать это тоже быстро а вот безопасная обстановка это значит возможность творить и когда ребенок знает что он не будет наказан что препятствует креативности цензура конформизм торопливость когда говорят ну а кто первый ответит и дети дают какой-то вот ответ стандартный тоже для творчества нужно какое-то время жесткие требования ну и когда вокруг ребенка очень низкий уровень творческих способностей у взрослых людей то есть мы даем ребенку обогащенную среду мы предоставляем ему материалы для творчества много разных в открытом доступе и мы даем ребенку возможность познакомиться с образцами творческого поведения то есть у нас висят картины у нас дети ходят на спектакли или смотрят спектакли они слушают музыку и они видят как взрослые тоже участвуют творчестве и еще важно для креативности для развития креативности это дать ребенку право на ошибку то есть дать ребенку право повторять много-много раз если он желает этого но и сейчас просто полистаю а вы потом с презентации можете взять интересное задание как примеры заданий на развитие креативности заметьте что их очень много дорисовать например новая жизнь знакомых вещей здесь на подумать что нужно сделать из старых вещей если бы я был например носком машинкой морковкой посочинять несуществующие животные города правополушарное рисование рисование на световых столах где можно не бояться ошибиться абсолютно потому что здесь песочек терпеть все да ну и создавая создание новых сюжетов например в сказке про красную шапочку а что будет если красную шапочку будет носить мальчик а что если девочки будет зеленая шапочка а если бабушка будет злой ведьмой волк будет спасителем красной шапочки и развить какой-то свой новый сюжет и эти обожают это делать вот такой вот смотрите одинаковые шаблоны сделай добрую злую волшебницу на что похожи эти рисунки и много 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 всего еще вот таким образом мы с вами проговорили все мы говорили проговорили про волю про развитие креативности проговорили про а то как ребенок может добывать информацию про то как ребенок может общаться с другими людьми и вам остается теперь тоже самим быть креативными помнить что все эти навыки они важны и включать вот эти и подобные и упражнения ваш педагогический репертуар на этом я заканчиваю я открыта для контактов и оставляю свои контакты на всякий случай но я точно не знаю где скачать дипломы я знаю только вот про soft skills поэтому пишите мне пожалуйста по сути моего выступления все остальное все остальное информацию вам расскажет организаторы на этом я с вами прощаюсь говорю до свидания татьяне викторовне спасибо как обычно за теплые приемы предоставленную площадку и вам всего доброго и веселых интересных дел и креативных детей до свидания